Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас еще одна неоднозначная тема, да? Мы будем продолжать немножко, так скажем, хайпиться-хайпиться, вот, и мы обсудим, зачем же женщины употребляют анаболические стероиды. Тема анаболических стероидов – это тема узкой тусовки. И сегодня моя задача, как бы, вывести, да, эту узкую тусовку в массы, потому что, ну, во-первых, есть отношение специфическое к людям, кто употребляет данные препараты, вот, чаще негативное, особенно к женщинам, хотя здесь, ну, есть некоторые плюсы, сейчас мы их обсудим, вот. И есть много предубеждений, да, как к самим препаратам, так и к женщинам, вот. Поэтому, чтобы, соответственно, избежать этих предубеждений, да, чтобы избежать, может быть, какого-то буллинга, потому что сейчас многие спортсменки во всем мире, да, и в том числе и в России стали признаваться о приеме препаратов, да, запрещенных в спорте, и некоторые препараты тестостерона, да, ну, в принципе, они либо рецептурные в России, а некоторые еще и совсем запрещены, да. Но, тем не менее, многие люди годами их принимают и признаются, и сейчас у нас многие спортсмены уже стали, даже олимпийские, признаваться, что без фармакологии современной невозможны современные достижения спортивные, да. То есть, если мы посмотрим, там, довоенные достижения, да, когда там стероиды практически не существовали и существовали минимально, и увидим, что происходит сейчас, мы увидим, что человек как-то бесконечно прогрессирует. То есть, если, соответственно, мы понимаем, что это, ну, эволюционный отбор, он просто так быстро не идет, и буквально за 100, там, лет, 200 лет, условно, люди в силе, в скорости, да, то есть, шагнули невероятно вперед. Ну, мы понимаем, что это происходит не за счет, то есть, геном же у нас не поменялся, ну, вот настолько, да, сильно. И достижения в спорте, посмотрите, среднестатистический мужчина, если он даже ходит в зал, в лучшем случае жмет 100 килограммов. Это в лучшем случае, и это считается у среднестатистических мужчин, один на одно повторение поднять 100 килограмм, это вроде как даже считается сейчас неплохой результат. Опять же, я говорю по всей массе посетителей фитнес-клуба. Средний фитнес-клуб пропускает за один день 300 человек. Ну, допустим, где-нибудь, вот я вам могу назвать, я работал на метро Бауманское, вот, в очень известном фитнес-клубе в одном, и вот у нас 200-500 человек проходило за один день. Ну, компьютер выдавал, соответственно. Вот, и, соответственно, таким образом я вам могу сказать, что, ну, 100%, 100% у вас получается, что среднее количество людей, кто там жмет, это, ну, очень мало. То же самое, становая тяга и так далее. Это какие-то скромные цифры. Там 150 он потянул раз на два, и это считается там невероятным каким-то, то есть, достижением. И то все сгорбленные, там, страшные, все приседают, там, в общем, убившись и так далее. Поэтому, соответственно, я к тому, что современный спорт, он все-таки не может существовать, любой профессиональный современный. Опять же, спорт, повторюсь, когда речь о соревнованиях, достижениях, о выступлениях на, не только на региональном уровне, но и всероссийском, и международных уровнях. То есть, вот такая цель. Вот. И я это к чему? И отсюда пошло употребление анаболических стероидов. Далее у нас, ну, путем того, что, естественно, появилась куча федераций, появилось развитие, появились масс-медиа, мы заметили, что женщины стали меняться от анаболических стероидов. И первая ассоциация, какая у многих мужчин особенно, да, да и женщин, это то, что они принимают, соответственно, анаболические стероиды женщины и превращаются в мужчин. Да, это действительно так, если дозировки очень высокие. Но, однако, с низкими дозировками и с такими препаратами, как оксанодролон, женщины достигают в короткие сроки очень сильных изменений, не только в устранении лишнего веса, лишних отеков, да, вот, то есть, может, некоторые используют это как противозачаточное, но это отдельная тема, вот, и так далее. То есть, кто-то тормозит этим менструальный цикл для более комфортного просто, ну, существования, ей вот так комфортно, ей нравится, вот. И самое главное, это, ну, повышение уровня жизни, так же, как у мужчин, увеличивается либидо. В отличие от мужчин, у женщин оргазмия сама по себе увеличивается очень сильно, то есть, гораздо чаще достигают сексуального пика и сексуальной разрядки, и, соответственно, гораздо быстрее, чем до приема препаратов. Еще раз повторюсь, что на некоторых этапах это оправдано как в лечении ожирения, так и просто в омоложении женщины, вот. И при этом, при всем это стоит сущие копейки, если это сравнить с любой процедурой косметолога. То есть, один курс анаболических стероидов, грамотно подобранный даже в месяц консультации врача, будет стоить максимум 10 тысяч рублей. Вот, ну, процедуры косметологов, если там глобально, да, проделать, ну, даже побольше 10 тысяч рублей стоит. Одна процедура, да, бывает, стоит или там 5 тысяч одна процедура, там, которую они предлагают, или там 2 тысячи, допустим, но ее нужно 10 раз пройти. Вот вы уже 20, 30, 50 тысяч оставили. Использование тех же липолитиков у косметологов, которые очень малоэффективны, вот. И в отличие от, соответственно, препаратов анаболических стероидов, которые дают результат практически через неделю, видимый сразу же, и это результат уже проверенный, ну, как минимум у нас почти 100 лет, вот, скоро исполнится, так скажем, человеческому, всечеловеческому семейному использованию анаболических стероидов, да, такому, и такие препараты, как Аксандралон, конечно, ну, самый яркий препарат, который используют женщины, естественно, естественно изучен, вот. И порою, повторюсь, порою в анамнезе многих девушек это оправдано, и особенно это оправдано, если она уже использовала эти препараты, будучи спортсменкой, и просто решила остаться на них, потому что ей так комфортно, вот. Ну, и в плане омоложения, в плане, соответственно, когда у нас уже идут и возрастные изменения, в плане лечения саркопении, вот, и, ну, множество-множество других заболеваний, вплоть до каких-то там, соответственно, даже психологических расстройств, тревожных расстройств, психоэмоциональных каких-то нарушений, ну, у женщин все это в плане тревожности чаще всего, вот. Это, конечно, помогает женщине стать более уверенной, вот, начать жить новой жизнью, и, конечно, если она визуально сама меняется, то, естественно, естественно, она и, ну, чувствует, что визуально меняется, она и внутренне начинает меняться, особенно, так как тестостерон – это гормон, который делает в целом вас увереннее в себе, но, естественно, это помогает ей выйти из ступора, выйти из этой, может быть, ну, не депрессии, но вот этого разбитого состояния, которое часто женщины переживают после разводов, после тяжелых психоэмоциональных потрясений и так далее, соответственно, это в этом плане бывает очень оправдано, чем нежели много годовые, соответственно, походы там к психологам, чисто к психологам, которые не назначают никакой медикаментозной терапии. Так, конечно, повторюсь, что не существует изолированного курса стероидов, то есть, естественно, они применяются все с другими медикаментозными препаратами, о чем я и рассказываю в куче своих выпусках, и если вы принимаете, конечно, ну, какой-то анаболический стероид, даже аксандролу, вам нужно сдавать анализы крови, вам нужно корректировать, соответственно, ваше состояние ежемесячно смотреть и корректировать какие-то приемы препаратов, но на выходе вы получаете, ну, вполне себе конкретные результаты, каждый месяц видите изменения, как в теле, так и психоэмоциональные свои изменения. Другое дело, что я вам сейчас рассказал просто видеовыпуск о том, зачем женщины применяют, то есть, это ни в коем случае не агитация, это ни в коем случае не такой повод сказать, а вот это всем полезно, нужно и так далее. Нет, это просто ответ, зачем женщины их применяют, как, да, что их мотивирует и побуждает применять эти препараты, но, однако, повторюсь, что, чтобы понять, нужны ли вам анаболические стероиды, как и мужчинам, или не нужны, нужно изучить анализ. Да, есть женщины, кому они могут подойти, вот, есть женщины, кому это будет категорически противопоказано. Подход совершенно другой, как, соответственно, в отличие, чем от мужчин, поэтому тема широкая, кому интересно, пишите в комментариях, если я увижу активность в комментариях на тему женских, так скажем, анаболических стероидов женского применения, я обязательно буду снимать продолжение. Спасибо вам за внимание, я вас всех жду на своих платных онлайн-консультациях, также обязательно подписывайтесь на меня в телеграм-канале, в инстаграме, в инстаграме я, кстати, более даже активный сейчас, чем в телеграм-канале, вот, в инстаграме вы можете посмотреть про мою личную жизнь, немножко какие-то мои события из личной жизни, также я дублирую там шоты, и там есть немножко таких шотов уникальных, которых нету, ну, на ютубе, поэтому если вы просто по фану хотите какую-то инфу про меня посмотреть, вплоть до моей учебы, да, там университетские какие-то фотки и так далее, то, наверное, это должен быть инстаграм. Ну все, дорогие друзья, я желаю вам здоровья и процветания!